В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Снижение числа преступлений и увеличение раскрываемости. В управлении МВД по Ленинскому району подвели итоги работы за 6 месяцев. За этими, как выражают, сухими цифрами стоит огромный труд. Огромный труд вашего коллектива, ваших подчиненных, ваших коллег. Нитраты завышены и значит покупать еще рано. Таковы неутешительные итоги рейда по бахчевым развалам. Показывает красные зоны. Норма 60 миллиграмм. Здесь в данный момент 135. Значительное превышение нормы. Новые музыкальные победы ученика Видновской детской школы искусств Тимофея Гмызина. Обычно говорят так. Или трудяга, или лентяй. Вот он не относится к категории лентяй. В управлении МВД по Ленинскому району прошло оперативное совещание, посвященное подведению итогов работы в первом полугодии. На совещании помимо руководства ОМВД и прокуратуры присутствовал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. В ходе мероприятия были озвучены показатели, характеризующие работу полицейских в первые шесть месяцев текущего года. В частности, отмечено снижение на 22,5% общего количества преступлений, а тяжких и особо тяжких – более чем на 36%. При этом раскрываемость подобных преступлений увеличилась почти на 60%. Присутствующий на совещании заместитель Видновского прокурора Дмитрий Холоденко высоко оценил работу полицейских. Полугодие было непростым, очень непростым. И несмотря ни на что, я посмотрел предварительный так называемый пятилистник. И что можно сказать, за этими, как выражают, сухими цифрами стоит огромный труд. Огромный труд вашего коллектива, ваших подчиненных, ваших коллег. И глядя на них, я понимаю, что работа-то пошла на улучшение. Есть пожелание придерживаться этого темпа. Дай бог на следующий год, чтобы все-таки вы заняли то достойное место. И ваша работа была оценена надлежащим образом. В ходе совещания начальнику МВД России по Ленинскому району подполковник полиции Алексей Бадин поздравил своих сотрудников с присвоением очередных специальных званий. А также вручил наиболее отличившимся награды главного управления МВД России по Московской области. Глава муниципалитета Алексей Спасский поблагодарил полицейских за работу во время голосования и в период режима самоизоляции. О чем хочу сказать, это безусловная ваша заслуга в соблюдении режима самоизоляции на протяжении практически трех месяцев. В результате чего мы с третьего места, которое мы занимали по количеству зараженных ковидом среди всех муниципалитетов Московской области, опустились в середину второго десятка. Я считаю, что руководство УВД и каждого из вас здесь присутствующего, а это и рейды, это и такая предупредительная какая-то деятельность была. Считаю, бесценна ваша заслуга. Глава городского округа, давая дань традиции, вручил пятерым сотрудникам УВД России по Ленинскому району сертификаты о предоставлении квартир. Представители Московского областного проекта «Народный контроль» вышли в рейд по проверке наличия нитратов в арбузах и дынях, продающихся на территории Ленинского городского округа. Помогали им представители депутатского корпуса и сотрудники администрации муниципалитета, которые заодно проинспектировали законность продажи бахчевых. О результатах рейда Юлия Пагасьян. Принято считать, что сезон арбузов начинается в августе, но уже с конца июня на прилавках можно встретить эту сочную ягоду. Но насколько она полезна? Чтобы выяснить это, мы вышли в рейд, вооружившись вот таким специальным аппаратом. Он проверяет наличие нитратов в ягоде. Убираем позицию арбуз. Норма 60 мг на килограмм. Вот написано «Введите щуп» и нажмите «Ок». Все легко и просто. Вводим щуп. Нажимаем «Ок». Идет измерение. Ух ты. Смотрите. Показывает красная зона. Норма 60 мг. Здесь в данный момент 135. Значительное превышение нормы. Такой арбуз есть нельзя? Ну, такой арбуз есть очень вредно. Это может привести, соответственно, к плохому самочувствию и уже вашему здоровью навредит точно. Подобные рейды координатор проекта «Народный контроль» в Московской области Шерзот Атаев проводит несколько раз за лето, чтобы наглядно показать. Покупать арбузы вне сезона опасно для здоровья. А вот дыни уже вполне можно есть. Сейчас идет измерение. Как бы на удивление содержание нитратов в норме. Это говорит о том, что в дыне нет вредных веществ, которые могли бы повлиять на здоровье человека. В отличие от тех арбузов, которые мы недавно измеряли. К счастью, покупатели с правилами употребления сезонных фруктов и ягод знакомы. Все опрошенные нами жители города Видное утверждают, что не покупают бахчевые раньше времени. В августе, в сентябре вот это вот всегда. Покупаю их всегда после августа, после первого. А до первого я не знаю. Я особо про них много не знаю, но я думаю, может быть, чуть попозже. В ходе рейда по выявлению нитратов бахчевых, участники выездной комиссии, куда вошли представители депутатского корпуса Ленинского городского округа и сотрудники администрации муниципалитета, проверили у продавцов наличие документов на осуществление торговли. С ними ситуация оказалась еще хуже, чем с содержанием нитратов в арбузах. У одних продавцов серьезные нарушения правил торговли. Овощи и фрукты расположены именно на земле в коробках. И в соответствии с действующим законодательством за это будет наложен штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей. Устранять будете? Да, конечно. Овощи и фрукты должны быть расположены именно на прилавках, но не на пластмассовых конструкциях. У других предпринимателей и вовсе документов на продажу нет. У вас какие-то на торговой точке есть документы? Вот где-то в наличии есть что-то, но вам руководство не говорит при каких-то проверках и так далее предоставляет. Даже не хочет отвечать ничего. Такая картина часто встречается? Ну, конечно. Это просто человеческая наглость. Продавец Бахчевого развала возле Видновской телефонной станции так и не смог предоставить какие-либо документы. Но сотруднику администрации удалось выяснить, что палатка установлена незаконно, поэтому на место был вызван наряд полиции. Ставим в отдел полиции, установим его личность и ставим протокол активного правонарушения. Фактор наживы, да, вот сиюминутный. Сейчас заработать денег, а потом трава не расти. Честно говоря, я таких предпринимателей не понимаю. У нас в палате много предпринимателей, в том числе и кто занимается продажей фруктов, но все они достаточно добросовестные и ответственные люди. Мы, как члены торговой промышленной палаты, участвуем в этом рейде не для того, чтобы наказывать предпринимателей, а занимаемся профилактикой. И все-таки покупатель голосует рублем, поэтому если сейчас воздержаться от покупки несозревших естественным путем арбузов, можно не только сохранить здоровье, но и не дать несознательным предпринимателям на нас наживаться. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ. Учащийся Видовской детской школы искусств стал стипензиантом престижного музыкального проекта «Новые имена России». Наша съемочная группа встретилась с юным трубачом-виртуозом Тимофеем Гмызиным, у которого к 13 годам за плечами уже более 60 побед. 13-летний ученик Видновской ДШИ, трубач Тимофей Гмызин серьезно занимается музыкой пятый год. Но он уже стал победителем в более чем 40 конкурсах, имеет около 60 наград, из которых 5 гран-при. Первую Тимофей получил в 2016 году. Первый конкурс называется «Рождественские фанфары». Потом постепенно, каждый год мы на нем участвовали, чтобы там оставаться. И вот от первого места мы пришли к гран-при. Там вот я и получил первый гран-при с вами. Тимофей с раннего детства проявлял интерес к музыке, рассказала мама трубача Ирина. Сначала мечтал научиться играть на гитаре, как папа. Но дальше знакомства с инструментом дело не пошло. Все определил открытый урок в музыкальной школе, который провел нынешний преподаватель Тимофея Виктор Котович. Тимофей сначала увидел барабаны, сказал, что хочу на барабанах. Только на барабанах. Потом, когда Виктор Романович открыл дверь в свой кабинет, и Тимофей увидел трубы, все тромбоны, и Виктор Романович так увлекательно все это рассказывал, у меня сначала сгорелся глаза, а потом, я смотрю, Тимофею тоже очень понравилось. Первый раз, когда я к Виктор Романовичу пришел, инструмент мне это понравился, потому что, ну как обычно, самый звонкий инструмент в оркестре. Хотя я этого тогда не знал, не знаю, почему выбрал. Понравился просто, как сказать. Педагог с более чем сорокалетним стажем работы сразу разглядел в мальчике талант и целеустремленность. Обычно говорят так, или трудяга, или лентяй. Вот он не относится к категории лентяев. Трубач востребован тот, который играет все. И классику, и джаз, и парковую музыку, и легкую музыку. Поэтому вот мы стараемся идти вот в этом русле. Тимофей занимается музыкой каждый день по 4-5 часов. Праздники, выходные, каникулы – не исключение. За последний год он принял участие в 16 различных конкурсах и в каждом был признан одним из лучших молодых музыкантов. Но одной победой ученик и учитель особенно гордятся. Тимофей стал стипендиатом престижного музыкального проекта «Новые имена России». Теперь делиться своим мастерством с юным музыкантом будут ведущие профессора легендарной Гнесинки и консерватории имени Петра Чайковского. Тек-регби – это веселая, захватывающая форма бесконтактного регби. Данный вид спорта чаще всего используется в качестве обучения новичков, а также для популяризации этой игры среди детей и подростков. В поселке Развилка прошла открытая тренировка по тек-регби, в которой могли принять участие все желающие. Подробности в нашем следующем сюжете. Идея провести открытую тренировку по тек-регби принадлежит Евгению Гончарову, заместителю директора муниципального учреждения «Олимп». В поселке Развилка в сентябре открывается секция по этому виду спорта. Идея такая, что сделать набор первых-вторых классов в школе и сделать набор экспериментальный в детском садике. То есть фишка в том, что, например, в Южной Африке уже с четырех лет они играют в регби. Тек-регби представляет собой разновидность классического регби с упрощенными правилами и наличием дополнительного инвентаря в виде двух ленточек на липучках, которые и называются тегами. Особенность этого вида в том, что он бесконтактный. Здесь не проводится захват, как в классическом регби. Нужно просто сорвать ленту с пояса соперника. Тем не менее, с отсутствием контакта борьба за мяч все равно ведется. В мероприятии приняли участие дети из Академии регби ЦСКА, профессиональные регбисты, которые провели мастер-класс для начинающих, а также все желающие, кто захотел попробовать свои силы в этом виде спорта. Мне кажется, это очень контактный вид спорта, который воспитывает в мужчине истинно мужские качества. Умение иногда перетерпеть боль, переступить через какие-то трудности, ну, игровые, можно так сказать, и жизненные. Демид Дьяченко совсем недавно занимается регби. Юный спортсмен признается, что самым трудным для него было разобраться в правилах. Чтобы остановить друг друга, это надо оторвать ленту. И у человека, у которого оторвали ленту, он должен отдать пас назад. Если он отдаст пас вперед, то команде штрафной. В секцию по тег-регби принимаются дети любой комплекции. Это настолько универсальный вид спорта, что он одинаково подойдет как мальчикам, так и девочкам. Еще, что очень важно, эта игра не требует дорогостоящей экипировки и специально оснащенных площадок. Для тренировок подходит любой школьный стадион или спортзал. В условиях пандемии дети не занимались, ни одна секция не играла, только онлайн. А сегодня наш центр спорта «Олимп» с приглашением профессионалов решили такое ноу-хау, нововведение. Тег-регби – это бесконтактное регби, то есть без борьбы. И я думаю, что мы сможем к сентябрю максимально привлечь детей. Это очень интересно и для их развития физической культуры. Во время тренировок дети смогут развить ловкость, выносливость, стать сильнее, научиться быстро и хорошо бегать. В тренировочном процессе, как отмечают профессиональные игроки, важное место занимает безопасность. Поэтому сначала учат правильно группироваться при падениях. Регби не так страшен, как думается. Этот вид спорта не травматичнее, чем бокс, самбо, рукопашный бой или футбол. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНЕ-ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.